Сегодня наша страна в целом находится в периоде необъявленной войны. И в том числе мы имеем внутреннюю экономическую войну и внешнюю экономическую войну. Тем не менее, наше предприятие успешно справляется со всеми сложными поставленными задачами. Об этом свидетельствует есть 2015 год, так как мы проработали в период кризиса. Мы сегодня потеряли уже не 70% рынка сбыта, а практически все 100%. Но, тем не менее, нам удалось сохранить 2000 коллектив нашего предприятия и платить вовремя заработную плату и наполнять бюджет. Мы сегодня прибыльны и рентабельны. Благодаря таким неправоправным, противоправным действиям сотрудников военной прокуратуры сил АТО Харьковского гарнизона, я хочу подчеркнуть именно, что именно сил АТО, эти действия направлены на дестабилизацию и практически в дальнейшем возможно уничтожение предприятия ФЭД. Почему? Объясню. Потому что действительно сегодня у нас вынужденный по некоторым производственным звеньям простой. В рамках там, где используются данные прекурсоры, данные вещества. Это приведет к угрозе срыва не только выпуска нашей товарной продукции и зарабатывания денег только для нашего предприятия, а еще общих глобальных государственных программ. Потому что мы являемся одним из комплектаторов бронетехники, которые поставляются на экспорт и в том числе непосредственно самое главное для Збройных сил Украины. И в том числе у нас сегодня под программой срыва экспортные и внутренние контракты мотор-сечи, гиганта отрасли Украины. И самое прискорбное, сегодня Украбромбром делает все возможное для того, чтобы отродилась авиационная отрасль Украины. И есть программа запуска самолетов Ан-148, 158, 178. Это колоссальная работа по импортозамещению. Сегодня мы являемся одним из основных комплектаторов данных машин. И эти машины заказаны Министерством обороны. То у меня вопрос, на кого работает сегодня военная прокуратура Харьковского гарнизона?